Ребята, всем огромный привет! И сегодня очередное видео, которое вы очень любите, про вещи с Алиэкспресс, которые я каждый день использую в своей повседневной жизни. Если вам нравится тип таких видео, то, пожалуйста, поддержите его большим количеством лайков. Ну а если вы хотите не пропустить мои новые видео, то обязательно подписывайтесь на канал. Сегодня я покажу вам 12 новых вещей, которые использую ежедневно. И начать хочу, наверное, с ванной и тех новых приспособлений, девайсов, каких-то аксессуаров, которые я недавно для себя приобрела. И первое, что я хочу начать, это вот такой вот девайс для ультразвуковой чистки лица. Те, кто часто ходит к косметологам, уверенно, видели такие, немножко, может быть, более масштабных размеров, но принцип действия одинаковый. И вот такой вот маленький прибор заменяет вам салонную процедуру и экономит деньги. Стоит он, кстати, дешевле одного похода к косметологу. Лично на себе я заметила, что прибор отлично очищает поры посредством ультразвука, борется с мелкими морщинками, неровностями, акне и пост-акне. Кожа на лице приобретает здоровый цвет и тонус. Этот прибор работает с помощью ультразвука с высокой частотой вибрации, что позволяет выталкивать все загрязнения из пор. Он представляет собой металлическую лопаточку, которую нужно аккуратно водить по коже под углом 45 градусов. Девайс портативный и заряжается от USB. Длительность одной процедуры 5-10 минут. Имеет несколько режимов, в числе которых пилинг и лифтинг, а также можно регулировать мощность воздействия. Моя следующая находка, которую я тоже пользуюсь каждый день, стала вот такая вот прекрасная повязка для умывания. Вы можете, конечно, использовать ее и не только для умывания, а для каких-то красивых фотосессий в инстаграме, но лично я использую ее именно вот в таких вот целях. Повязка хороша тем, что убирает мешающиеся волосы и делает тебя прямо принцессой с бантиком на макушке. Резиночка тугая, поэтому держится хорошо и не соскальзывает, и при этом не давит. Материал очень мягкий, прям такой игрушечный. Ну а узелок бантика можно развязать, но вряд ли это нужно, так как все удачно сидит. Продолжаем с крутыми находками. Я очень долго искала себе удобную косметичку, в которую поместится большое количество всей моей косметики. Она будет легкая и которую можно сразу открыть и увидеть, что там лежит, а не копаться, как обычно. И вуаля, вот эта косметичка. Она стоит вообще какие-то копейки, но при этом это действительно самая удобная косметичка, которую я когда-либо встречала в жизни. Она регулируется таким вот длинным шнурком, вы его растягиваете и сразу можете увидеть все, что лежит в вашей косметичке. В закрытом виде косметичка надежно держится на стянутой веревочке и прочной рекучке, поэтому можно быть уверенным, что оттуда ничего не выскочит. Сделана она из водоотталкивающего, устойчивого к царапинам материала, который легко чистится. Можно, в принципе, даже стирать стиралки. Она очень вместительная, легкая и имеет маленькие внутренние кармашки на молнии для хранения каких-то мелких косметических принадлежностей. Подходит как для повседневного хранения косметики, так и для путешествий. Ну и последнее, про что хочу рассказать в ванной, это, наверное, про мой браслет, который я сейчас не снимаю. Вы знаете, я большая-большая-большая фанатка разных браслетиков. И вот в моей коллекции новенький. Он выполнен из бисера. Здесь он утягивается на вот такие вот веревочки, которые я благополучно уже отрезала, потому что на них еще были какие-то бахромушки абсолютно ненужные. И, как вы знаете, сейчас такие браслеты, они идут в диком тренде с различными бисерами, фенечками, какими-то камушками. И вот в моей коллекции тоже новой. Так что для тех, кто тоже любит всякие браслетики, очень советую. Стоит недорого, выглядит классно. Но если он порвется, то всегда можно купить новую. Ну а следующей моей находкой стала вот такая вот прекрасная гирлянда, которая теперь украшает обеденный стол. Я ее покупала еще до Нового года и показывала ее в своем канале Телеграм. Кстати, подписывайтесь, там у меня много интересных находок. Что это за чудо? Это, на самом деле, обычная пластиковая веточка, которая украшена маленькими светодиодными лампочками. Она сделана из гибких металлических прутев и небольшой гирлянды. Обмотана все это количневой лентой для придания сходства с настоящей веткой. Ветка легко гнется и принимает естественную форму, поэтому вы можете ее подстроить под абсолютно любую вазочку. Блок с батарейками легко спрятать на дне вазы, как это сделала я, и прикрыть, например, какой-то листвой. Светы у этой ветки теплые, работающие в одном режиме. Работают от двух пальчиковых батареек и в режиме не выключая, они проработали два месяца. Я давно хотела обновить у себя чехлы на подушке в зоне диванов и нашла отличные чехлы на Алиэкспресс. Они винтажные, такие выполненные много в этническом стиле. Стиль простой, очень похож на икеевский, но значительно дешевле. У меня здесь два варианта подушек есть. В первом варианте лицевая часть чехлов сделана из хлопка с фактурной вышивкой и пушистыми вставками. Ну а с обратной стороны она из обычного льна и рисунка здесь нет. Молния у всех чехлов вскрытая, ее абсолютно не видно. Чехлы из другой серии также выполнены из хлопка и льна, но имеют просто обычное нанесение в виде принта с суккулентами и различными надписями. Здесь нет никакой фактуры, только рисунок. Если вам понравились такие подушки, то вы можете зайти в магазин продавца и выбрать там абсолютно любые. Там большой выбор по цветам, по разным материалам, по принтам. Я думаю, такие подушки украсят абсолютно любой интерьер. И сейчас мы переместились в комнату моего ребенка, мы до сих пор ее доделываем, украшаем. И вот недавно я нашла очень классную гирлянду, это гирлянда воспоминания. Вы берете, распечатываете любые полародные снимки, здесь с помощью прищепок вот таких вот крепите все эти снимочки. Мы распечатали, вмещается здесь 10 снимков. Гирлянды есть длиной метр, полтора метра и три метра. Моя длиной метр, здесь всего лишь 10 прищепок. И каждая фотография подсвечивается с помощью вот такого вот светодиода. Вы растягиваете ее на любой поверхности и крепите либо там с помощью скотча, либо с помощью специальных держателей. Работают от двух пальчиковых батареек без выключения примерно месяц. Ребята, и вы частенько пишите мне, что у меня куча одежды, куча вещей с Алиэкспресс. Сколько на это все уходит денег? И знаете, я посчитала. Вот, например, если бы с каждого моего заказа я возвращала бы 10%, сколько бы денег я накопила за год. Давайте представим, что я трачу в месяц по 10 тысяч рублей. Это за год уже 12 тысяч. И я реально возвращаю эту сумму с помощью кэшбэк-сервиса Мегабонус. И для того, чтобы подключиться, нужно всего лишь пара ленивых действий. Установить расширение на браузер или приложение на телефон. И вот, пожалуйста, теперь все работает автоматически. Без каких-либо лишних телодвижений у вас просто копятся деньги. Еще один важный плюс. Мегабонус в браузере показывает, сколько процентов вы вернете с каждого магазина. А там их больше тысячи. Деньги вы можете выводить себе на карту, на кошелек, на телефон. А минимальная сумма, которую можно снять, уже составляет полтора доллара. Ну а если пригласить друга, то можно получить до 50% кэшбэка с его покупок. Ну а если тебе неинтересно снимать средства с кэшбэка, то ты можешь сделать доброе дело и отправить свои накопления в благотворительный фонд. А еще Мегабонус спасет вас от ошибок с продавцами Алиэкспресс. Потому что он показывает их надежно с помощью вот такого вот меню. А также следит за вашей посылкой. В Мегабонус также существует программа лояльности. Чем больше сэкономил, тем выше ваш уровень и ваш кэшбэк. И сразу же ловите промокод. Он указан прямо вот здесь вот. С помощью него вы можете повысить свой процент кэшбэка, прибавив целых два уровня по программе лояльности. Промокод действует в феврале и всего лишь 7 дней со дня активации. Применяйте быстрее, пока остальные не ввели. Ссылочка в описании под этим видео. Ну а сейчас мы находимся на моем рабочем месте. Если вы смотрели предыдущие серии, то точно видели его уже не раз. Но оно постоянно модифицируется, изменяется. Потому что я обрастаю разными гаджетами, какими-то новыми интересными новинками. И вот сегодня у меня здесь есть 4 вещи, про которые я хочу вам рассказать. Ну, во-первых, мой рабочий iPad Pro обзавелся новым чехлом. Объясню почему. Два года назад я вам показывала в одном из таких же видео свой предыдущий чехол. И вот мы можем увидеть, что с ним стало. Это для тех, кто не верит, что я пользуюсь теми вещами с Алиэкспресс, про которые я рассказываю. Видите, он весь побитый, избитый. Но мне кажется, для двух лет это отличный срок эксплуатации. То есть он выдержал все, падения, перелеты, еще много падений. И вот в таком вот виде, к сожалению, он уже не может держать iPad. Он из него постоянно выпадает, поэтому отправляется на мусорку. Но iPad я хочу хранить и бережно к нему относиться. Поэтому заказала новый. Новый чехол, он более ударопрочный. Здесь идут очень плотные такие резиновые края, которые точно не треснут и не сломаются. И плюс есть вот такое вот дополнительное отверстие для стилуса, которое постоянно теряется, и это очень неудобно. Поэтому теперь он всегда здесь, всегда с собой и достаточно легко достается. Чехол также имеет дополнительную крышку, которая выключает экран. Сам по себе он, наверное, по весу стал потяжелее, потому что этот был совсем пластиковый и легкий, а этот более увесистый. Но мне нравится. Теперь ни одно падение не страшно моему iPad. Чехлом я полностью довольна. На данный момент использую его меньше, чем неделя, но каждый день. И, скорее всего, этот чехол тоже на ближайшие два года со мной. И, как вы видите, на моем столе появился второй монитор. Он мне необходим для того, чтобы иногда подключать свой ноутбук. Так вот, чтобы подключить ноутбук к монитору и сделать экранное пространство больше, я использую вот такой вот адаптер на Type-C. Это бренд Ugreen, который очень популярен на Алиэкспресс. Я думаю, многие о нем знают. В адаптере имеется три разъема HDMI, VGA и еще один Type-C, который доступен только для зарядки. Совместим с MacBook'ами и MacBook Pro. Сам адаптер выполнен из алюминия темно-серого цвета. Еще одно очень важное и полезное приобретение, которое я сделала в последнее время, это вот такой вот держатель для проводов. Он крепится на двухсторонний скотч, на любую поверхность. Скотч, кстати, идет уже в комплекте. С обратной стороны вы просто отдираете липучку. Он выполнен из силикона, серого цвета и практически незаметен на вашем рабочем месте. Одновременно он может держать семь проводов, что очень удобно. Также в любой момент вы можете провод вытащить, убрать, изменить его длину. Ну, в общем, незаменимая вещь на любой рабочей поверхности. Ну что ж, буду заканчивать этот ролик вот такой вот красотой, которая висит позади меня. Это гирлянды, еще одни гирлянды. Как видите, я люблю украшательства различные. И эта гирлянда висит у меня в студии. Я ее купила исключительно для декора. Она мне понравилась тем, что она оригинальная. Видите, здесь внутри каждого шарика есть еще гирлянды. Плюс еще дополнительные светодиодные лампочки. Это все достаточно масштабное. То есть, это не какие-то мелкие такие маленькие гирляндочки. А это такие объемные шары, которые хорошо видно. Которые дают дополнительное освещение. Ну, скорее такое декоративное. Ну, и в принципе, делают такую вечернюю работу. Более ламповый, наверное. Мне очень нравится. Они идеально вписались в мою студию. Повесила я их надо рабочим пространством. Есть, по-моему, у продавца несколько размеров. Ну, именно по длине. Но я выбрала оптимальные на 2 метра. Больше мне не нужно. Питание в этой гирлянды идет от розетки. И есть еще в комплекте блок управления, который меняет режимы. То есть, они могут мигать. Они могут переливаться. Они могут вообще как сумасшедшие мигать. И есть режим постоянной подсветки. Ну, что ж, на этой приятной ноте я буду заканчивать это видео. Спасибо огромное, что досмотрели его до конца. И если оно вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Потому что это приятно и мотивирует меня снимать новые видео. Я вас очень люблю. Мы увидимся с вами совсем скоро в новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok